Парадокс регулярно выпускают новые игры и DLC, но как их сейчас купить? А для этого есть сервис Купикод. Да всё потому, что здесь самая низкая комиссия на рынке, более 9 миллионов успешных пополнений, а также круглосуточная поддержка. Ну и конечно же абсолютная безопасность, потому что нужно всего лишь ввести свой логин Steam и указать сумму. А мой промокод 1Embro1 снижает комиссию на пополнение на 2% и даёт скидку в 10% на покупку игр гифтом. Все пополнения и купленные игры приходят за пару минут. Купикод это самая настоящая игровая экосистема, они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности, поэтому рекомендую всем авторизоваться, чтобы получать постоянно кэшбэк. Пополнять иностранные аккаунты также можно в тенге или в долларах, выбрав соответствующую кнопку переключения валюты, а удобный калькулятор всё посчитает за вас по актуальному курсу. А ещё Купикод сейчас проводит конкурс на 10 двойных пополнений, а чтобы купить игру гифтом, достаточно просто оплатить её на сайт и принять в Steam и подарком её от бота. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине Steam, то есть больше не придётся париться с созданием новых аккаунтов. Не упустите шанс пополнить свой Steam аккаунт быстро, безопасно и с минимальной комиссией по ссылке в описании. Всем привет, я Эмбро, это Hearth of Fire N4 с модом на Первую мировую войну. Играем за Российскую империю, сохранили власть Николая Второго, победили даже Японию, но сейчас Цусимское сражение до сих пор нас преследует. И видимо оно будет с нами до конца. Пока мы сейчас её просто оккупировали, так как война продолжается, здесь ещё сидят британцы и американцы, вот их нам нужно уничтожить. А я бы сейчас это принялся бы делать прям за кадром, сюда бы самолёты поставил, бомбили бы флот британцев, сделали высадку, потом сюда... А тут смотри, что происходит. И только я закончил с Японией, я отпустил Павлова. И Китай вступил в Антанту. То есть сейчас в любой момент эта махина может начать воевать против нас. А у него дивизий, ну где-то 200, побольше даже. У нас всего 196. Половина наших войск находится вот здесь, вот тут стоят, ждут высадок, вот тут. Так что сейчас я буду размещать войска наши вот тут. Я надеюсь, он не сразу в войну вступит, потому что я сейчас отпускаю паузу, он пока не вступает. Но он может сделать это в любой момент, так что давайте японцев отсюда выгоняем, это тоже убираем. Здесь поставлю вот эту группу армий, а с запада сейчас подведу и поставлю вот эту вот. И будем с двух сторон воевать с Китаем. Ох ты, смотри, битва битвы. А это, короче, американцы. Американцы сражаются с немцами, потому что и у тех, и у других есть право прохода. Ну, потому что американцы в Антанте тоже, а для немцев китай все дают право прохода. При этом они еще в войну не вступили. Но так как эти двое тут сражаются, то вот битва здесь происходит. Пипец. Но мы не можем никак в них участвовать, потому что Китай не воюет. Короче, сюда сейчас войска подвел, узлы снабжения достраиваю. Вот тут тоже местами сейчас поулучаю. Я думаю, что сейчас нужно захватить Тану Туву и Монголию, раз Китай пока в войну не вступает. Ну, это уже много времени на самом деле прошло. А если мы сейчас уберем вот этих вот двоих, получим границу вот такую с Китаем, то там до столицы рукой подать. Да и пробиться к центру будет тоже проще. Ну, кстати, продолжаем бомбить флоты здесь. Смотри, британцы. Опа, хорошо, хорошо. Да, американские уже, еще американские, еще британские, британские и американские. А тут, о, крупняк линкор. У британцев очень много кораблей. Как я уже говорил, они явно не держат вот эти 700 прямо вот здесь, а по всему миру раскидали. Поэтому часть кораблей британцев мы будем сбивать просто вот тут. А потом уже здесь. Я, кстати, базы, ну вот, частично построил, вот это еще дострою. И пока там будем даже с Китаем разбираться, я морские бомберы сюда перенаправлю и сразу будем заниматься британцами. Здесь вон Австро-Венгрия, немцы. Что-то, конечно, пытаются делать, а вам это надо вообще. 270 кораблей, 177. Лучше бы вы не лезли сюда, на самом деле. Норвегия тоже там, кораблей 702. Хотя, в принципе, смотри, сколько здесь у Антанты кораблей. Вон Куба. 35 кораблей. Ну ладно, в любом случае авиацию подкинем и разберемся. 645 уже. Слушай, на бомбере хорошо. Может даже здесь как-то наши союзники тоже справляются. А может вы и высадки сделаете, а? Может как-то, а ну, стрелочки. Есть? Нет, он на Нидерландах хочет напасть. Или нафига ты здесь стоишь? Короче, ладно. А, еще и Швейцарию обложу войсками. Здесь... Антанта сидит. Но наши неплохо пробились. Как бы тут ситуация была хуже намного. Прям вообще намного. Так, ладно. У нас здесь какая ситуация? Во-первых, я перевел авиацию чуть южнее, что бомбили мы еще и вот сюда вот. Поэтому задеваем теперь еще и корабли Филиппин. Тут еще. Вот тут еще, вон, филипинские есть. Японские. Филиппины, да, у них тут накопилось под сотню кораблей. Не самое здесь, конечно, приятное. Неожиданно, что вот такие вот страны могут под сотню кораблей делать. Ну, а сейчас я захватил Урьяна Хай, теперь напал на Монголию. Давайте сразу будем атаковать. И у меня уже здесь 12 дивизий танковых. А они у меня представляют из себя вот это. Организацию, кстати, каждый танк не сильно понижает. Так что я даже арту сюда запхал. Ширина 35. Огнемет. Ух ты. Хорошо, слушай. И прорыв, и противопехотное. А требуется просто допоснащение. Так, давайте поставим. Да, я успел его получить. А в пехоту огнемет. Ух ты. Оно атаку и прорыв очень хорошо повышает. Надо ставить обязательно. Так, давайте продвигаемся. И здесь, по мере продвижения, я буду за спинами застраивать все узлами снабжения. Потому что тут их просто не будет. А то, что будет, оно без связи по ЖД 100%. Ну, я как сейчас поступлю? Возьму вот эту вот растя... А, Китай же еще в войну выступает. Ой, я теперь вступил. Там китайская республика фабиковала претензия на нас, но она уже вступила, поэтому я могу растянуть уже, да? А, ну, и сама. Все, туда сейчас растягиваем. Вовремя, секунду подождать надо было всего лишь. Затем войска сюда подойдут и будем по всем фронтам атаковать. Да, в принципе, в принципе, сейчас вот здесь уже можно нажать топ-план. Вот таким вот образом. Оп, оп, давайте. Тут в целом это будет котел. Сюда американцы как попали вообще? Право проходы, пожидая, есть у Китая. А значит, у американцев тоже? Или что? Нет, подряд, как тогда они сюда попали? Американцы уже нет правопрохода через нашу ЖД-шку. Ладно. В любом случае, это котел. И мы их сейчас закрываем. Главное, чтобы нас здесь не пробили. Ну, вроде, вроде не пробивают. Так, давайте. Нормально проходим. Сюда. Да. Тут прям неплохо такой. Все, значит, сюда тоже сейчас подошли. И здесь тоже можно начинать двигаться. Давайте тоже автоплан уже нажму. Вот таким вот образом. А тут это, Ирландия появилась. Откуда ты? Оборонительная война, или ты здесь была? Просто как-то это... Да нет, ее здесь точно не было. А ты не хочешь вступить в центральную державу? Слушай, я-то не могу его взять. Это может сделать Германия. Получить руководителя. Так. Ай, руководитель разведки. Взять контроль над альянсом мы не можем. Он слабый. Блин. Взять бы все-таки Ирландию. Это просто плацдарм бы. Отсюда прыгнуть. Из Дублина. Да, вот Кливерпуль какой-нибудь намного проще, чем вот так через Ламаш пробиваться. Забивали кораблики. Ну, крупники тоже есть. Минус. Даже китайские сейчас теперь тоже сбиваем. Потому что у них там корабли неплохо. Полинкор. Я бы, конечно, сейчас бы не использовал бы морские бомберы, чтобы захватить Китай, забрать его. Флот. Хотя, скорее всего, он уйдет под мирную конференцию. Нифига я не заберу. Да мне не надо, потому что у меня флот так-то уже 400 кораблей. Я им заниматься за кадром начал. Он, конечно, не достает до американцев. Потому что корабли-то старые. С 19-й год. А следующие корабли, которые уже будут доставать, они не скоро откроются. Там пока превышение. Поэтому будем прыгать не сразу отсюда в Америку, а через Британию. Так, давайте сюда вот. Провернем котел. Стоит. Хорошо. Проходите. Есть. Переводь сюда. Можешь как-нибудь сюда вот еще. Дайте пройти. Есть. Да. Нет. Есть, да? Давай. А, все. Готово. Так, тут же еще Индия. Нужно иметь в виду. Она тоже против нас воюет. И там тоже дивизии дофига. Здесь мы сейчас закончили потери китайцев, интересно. А, американцев. Почти 6 миллионов, мы им сняли почти 2. А китайцы 2 миллиона потерь. Так, давайте сейчас пройдем вот сюда и вот сюда. Ольстер мобилизуется. Опа. А это здесь. Ольстер, ты же про-британский, да? Сражаться будут сейчас они против Ирландии. Она просто захватила это, и вот Ольстер мобилизовался. А сколько кораблей, кстати, сейчас у Британии? 601. Ну, постепенно тоже сбиваем, не сидим на месте и работаем. Так, мы уже пересекли китайскую стену. Она нас особо не сдерживает. Она уже свою отработала в былые времена. Так, тут мы на самом деле тоже проходим. А по узлам снабжения, ух ты, я же здесь ничего не строил. А тут построил. А дальше-то мы уже прошли. Поэтому нужно здесь, везде вот так вот протыкивать. Я пока что сейчас атаку отменю, потому что сильно страдаем из-за этого истощения. Надо дождаться, пока достроятся узлы снабжения. Здесь нам тоже еще один построить. И тогда уже будем дальше двигаться. Дальше здесь будет снабжение. Вон из Пекина все идет. ЖДшки аж вот сюда проходит. А на севере такая глухоманья. Вообще нету ничего. Это ужас. Ох ты, зашли. Сделали высадки. Корея. Российский Дальний Восток. А, то есть тут может быть еще что-то будет. Они хотят еще Южно-Норвегия, Кола. Но сюда тоже нам говорили про высадки. И их не было никогда. А вот тут случилось. Ну пошли как-то ловить их. Причем быстро нужно делать. Давай. Авиацию мы сейчас перенаправим вот сюда вот. И атакуем. Есть. Владивосток. Дальше взять бомарскую базу здесь. Муж, я кстати раньше тут и построили. Это наша родная. Давай. Пробейся, пробейся, пробейся. Молодцы. Тут у меня так авиация хорошо работает. Как они вообще проплыли? И мы их не разбомбили. Хотя мы их очень хорошо покоцали. Судя по вот этим вот потерям конвоев, там потрепанные войска приехали. Вот этот, вот этот тоже. Доберусь-то не доберутся, но будут очень уставшие. Поэтому сейчас без проблем давайте закрываем еще вот это. Какой хороший котел. А я на самом деле готов еще вас встретить. Прошу, пожалуйста, заходите. Тоже. Здесь, пока стоим, что там по узлам? Пока в процессе, но осталось немножко. Сколько, сколько кораблей? Тысяча сто пятьдесят три, что? Вы видали, там было шестьсот. Там шестьсот было. Вот мы только смотрели, ну вот сколько прошло времени. Откуда тысяча эсминцев? Как? Так, у немцев триста. Может у кого-то еще там прибавилось? Двести у острова Венгрии. Или это все же, это поломка производства мешает? Оно уменьшилось. 59, 55, 54. Может быть это все-таки поломка производства как-то добавила столько кораблей. Кстати, у нас ворскора сколько? О! От потоплено вражеских кораблей. Миллион с лишним очков. 35% ворскора. Это работает и для нас тоже. Но немцы потопили еще больше кораблей, чем мы. Вы там тоже как-то авиации? Да не скорее всего кораблями, своими пытаются это делать. По-любому. О, вот еще. Давайте вот сюда. Я думаю, здесь нужно вообще какую-то армию оставить. Просто, чтобы она тут караулила эти морские берега. Не прям закрывать морские базы, а просто реагировала на высадки. И мы делали котлы. Туда. Просто, как бы сейчас убрать войска американцев, это неплохо. У них там по 400 дивизий, я смотрел. Сейчас, ну где-то столько же, наверное. Они еще клепают их и клепают. Поэтому нам нужно котлетик таким-то образом. Так, здесь все. Снабжение готово. Можем атаковать. Кстати, там вот. Насчет резины, да. Сказали в комментариях. Тут отдельный завод по переработке резин. Ну вот как я должен был догадаться? Ну вот зачем так игру усложнять? И так невозможно сложиться. Смотри, сколько кнопок. Они еще добавляют. Пипец. Я в хойку играю или во что вообще? Зачем такое делать? Hardcore, пипец. Надо в Black Ice, кстати, поиграть попробовать. Говорят, там легко будет. Ну а здесь? Давайте. Может быть как-то. Может быть. Может быть. Попробуем просто. Я не прям требую, но просто попробуем. Котерчик какой-нибудь здесь навернуть. Если получится, конечно. Авиацию сюда я направил. У нас штурников, конечно, маловато я разместил. Но вот то, что было, поставил. А тут продолжаем бомбить. У нас там... О, хорошо. Позаканчивались просто истребители. Я поэтому сейчас их туда на Ла-Манш не ставлю. Потому что мы в принципе и здесь пока хорошо справляемся. А переводить самолеты отсюда туда я не хочу. Оп, еще есть. И еще. Ты смотри, а. Так что нормально. А британцы видят то, что здесь корабли сейчас приуменьшились в количестве. И будут кидать сюда новых. А насчет Ла-Манша там их будет становиться меньше. Сколько там сейчас у тебя кораблей? Под расскажи ко мне секундочку. И сейчас 114. Меньшается. Ладно. Оп, оп. Смотри. Котел что ли это называется? Я просто не помню. Ну-ка. Ну. Давай сейчас так. Вынуждена та какая-нибудь. Сюда. А, сюда. Может. О, еще лучше. Красавцы, а. Придумали. Проходим сейчас вот сюда. И вот это закрываем. Ну, в принципе. Смотри. 24 дивизии. 11-11. Короче, дофига здесь. Давай. Сейчас, короче, его закрываем. И потери там нарисуются. У них сейчас 25 миллионов. Стоит ли отменять Олимпиаду 20-го года? Да я думаю, давайте в Китае проведем лучше. 26 у них уже. Тут закрывать, конечно, долго это придется. Но здесь постепенно проходим. Столица в Нанкине. Сразу погнали туда вот. Может даже, кстати, и здесь что-то такое интересное провернем по типу котла. Давай. Сюда. Есть. Молодцы, а. Так, здесь мы закончили. Что-то мы их попотерим. 27 миллионов. Американцев я здесь как-то особо не вижу. Вот британцы. Что-то американцы позаканчивались. Это фигово. Ведь я хотел как бы их там это еще позакрывать. Так, тут уже. А, в Корее еще хотят делать выставку. Давай, ждем. Давай, давай. Так, здесь продолжаем продвигаться, еще продолжаем сбивать корабли, эсминцы. То есть эсминцы британские, еще. Класс. Так, но сейчас нам помимо резины нужно еще больше военных заводов. Я их сейчас усиленно строю. Получаем, кстати, 69 фабрик из-за торговли. Так что можем себе это позволить. Подожди, а может мы тут можем поставить всеобщую мобилизацию? Нельзя. Поддержки войны не хватает 1%. Так, где-то здесь нам это могут дать. Мобилизация. Кстати, вот прирост соответствия. Я так понимаю, подчинение. Поддержка войны минус 5. Тогда нет, давай я это возьмем. Вот. Вот тут точно есть. Вот сейчас просто все прожимаем. Получаю я поддержку войны и фабрики словим. Причем в очень большом количестве. А также ускорим строительство военных заводов. Все, что нам нужно. Здесь тоже военные заводы получим. Я там просто фокусовую на авиацию брал, поэтому отвлекся. Все, 80%. Давайте берем и по фабрикам. Хорошо. Прямо хорошо. Ну, я думаю, столько нам резины точно хватит. Чтоб я там не закупал. Да? А нам уже ее хватает. Десятка лишняя. Ну, пускай в запасе будет. Продолжаем строить. Так, столицу их следующую взяли. Проценка подавляет все там еще. Такой нормальный. Нам нужно будет дойти до Гуанчжоу. Ну, сейчас у них столица где? А, в Чунцине. Ну, короче, продвигаемся. Прокачал все наши самолеты. Теперь там все самое современное стоит. И нехватка алюминия 336. Все, давай. А, нет, не все. 92 фабрики будем отдавать немцам. Блин. Потом их прям очень жестко спонсируем сейчас. Офигеть. Там у многих стран даже столько в принципе нету, сколько мы сейчас одним немцам отдаем. Зато у нас вон сколько будет сейчас самолетов крутых. Да, не хватает. Давай еще. Во. Продвигаемся. А я думаю, что мы здесь застопорились? Пройти не можем. Это шоу странно. Смотрю, все еще не прошли. Снабжения даже на юге нету. Вообще никакого. Как они тут живут вообще? Это пипец. Туда строим. Сюда. Сюда. Здесь. И тут еще. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Хотя бы по воде можно доставлять снабжение. Здесь еще. И здесь. И здесь надо. А так. В Кашмире, кстати. Уже давайте. Жидашку проведу еще. Они нас сейчас атакуют. Ну и хорошо. Спускай. Как раз тоже понаистощается. А в нижней ситуации со снабжением на стороне их фронта как бы тоже не самое лучшее. Поэтому то, что сейчас они нас атакуют, это очень хорошо. Потому что только сейчас я атаковал, находясь в таком же положении без снабжения. Тут они, конечно, немножко пробились. Это нам сильно помешает. А вроде нет. Я там с дистанции ставил. Не прям впритык к фронту, а чуть подальше. Ну здесь, конечно, впритык. А так в основном я ставлю, конечно, дальше. Здесь нету, на самом деле. Вот так вот, Василий. По реке, конечно, можно, но лучше через железную дорогу поставить снабжение. Индусы, конечно, нас жестко ковыряют. Тут еще и американцы. И китайцы даже тут стоят. Так что... А эти вы что стоите? Так что держим просто здесь оборону. Индию будем атаковать, когда я выйду к ней еще и с этой стороны. Через Кашмир сейчас пробиваться. Это дорогое удовольствие. Но вообще, кстати, еще нужно здесь понастроить авиабаз. Потому что без авиации это будет удовольствие еще дороже. Да, по резине, да полный пипец. Сейчас я закупаю еще его на других странах. Сманом, он нам по скидке дает алюминий. А больше-то здесь в таких объемах ни у кого не закупишь. Поэтому надо вот. Алюминиевые заводы. Плюс 8 за 1. Так что здесь сейчас будем строить. Ох ты. Они решили сюда сделать выставку. Так, подожди. Давайте вы сюда. А скорее уходить не будем, потому что тут она все еще мигает. Она постоянно появляется. Поэтому там стоим. Мы уже далеко отошли от Кореи. Если сейчас они еще раз туда выставку сделают, то я могу не так уж вовремя среагировать. И там уже закрыть будет сложно. Плюс подводить еще больше войск, а это мы себе позволить не можем. Хотя я сделал одну армию, но на большем Европе стоит потому что ты стащаешься, девки. Потому что вдруг сюда все-таки выставку они сделают как-нибудь. Поэтому нам нужно будет реагировать. Так, что там у тебя по кораблям? Ну-ка, британец тысяча. Ну, меньше, меньше, конечно. Сейчас опять вот он. 1500, наааа. Так, кстати, они сюда тоже дошли. А ну, пошли, кого-то. Давай. Оп. Камейн. И еще, ты смотри. Котел. Класс. Сколько там мы уже в войсках уничтожили? Нельзя никак посмотреть, сколько именно дивизий ты уничтожил? Вроде в сводке, но там именно не войска. Ну ладно. Давайте вот это закрываем, вот это. Тут и так понятно, что много. По потерям это точно видно. Американцы посеяли уже 8 миллионов. Китайцы 6. Всего соотношение 12 на 32. У них на 20 миллионов больше потерь. Так, по узлам снабжения, что у нас достроилось все. Вы, значит, возвращайтесь, давайте. Хорошо, мы сейчас и здесь уже прошли. Но ради монтажа ко мне пришлось убрать руки от клавиатуры и получилось вот такое вот. Здесь, в принципе, сейчас надо. Давай. Подойдем. Тут я уже реагирую. Морскую базу. Давай. Быстро мы двигаемся. Но даже танки не нужны. Ее мы взяли. Вот это бы сейчас призакрыть немножечко, так совсем чуть-чуть. Далее двигаемся вот сюда. Нужно разделить. И вот сюда. Это закрыли. Есть. Крой. Сюда. Вот еще котел. Закрываем. И вот эти вы справитесь с ними, надеюсь. Справятся. Так, тут. Просто вот таким образом атакуем до морской базы и закрываем. Здесь, конечно, каша. Я бы, на самом деле, сейчас бы убрал бы автоплан нафиг. Потому что истощение начинается здесь. Тут, само собой, стоит. Тут тоже связи нету, кстати. Ну, это не проблема исправить. Короче, сейчас я вот эти вот узлы понастрою. Убежала одна. Ну, ловите ее. Ее решила погнать. Э, вы что? Ну, поймайте ее. Так, ладно. Это закрываем. И погнали за ней туда-сюда. Прошли мимо просто. А, вы... А, помогать пришли. А, вы тоже проходите, да? Теперь сюда. Ну, хорошо. Может, хотят идти сейчас в Индию истощиться? Ну, тогда я ничего заявлять не буду. Так, полная аграрная реформа. Фабрики. И еще в два раза больше будет у нас свободных ячеек в регионах. Хотя там куда больше-то ячеек у нас, так как дофига. Все, это мы сейчас закрыли полностью. И мы ее тут встречаем, эту дивизию, дорогую. Здравствуйте. Опа, куда? Обратно потопало. Давай, уходи обратно. Давай, 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 давай. Тем же путем обратно. Вот они, кстати, здесь. Толпа собралась. Закрываем их вот сюда вот. Так, тут мы закончили. Но эту армию все еще здесь оставлю. Потому что, скорее всего, еще будут высадки. А вот эту вот армию мы отправляем сюда-обратно. Кстати, все было бы неплохо вот здесь сделать вот так. Да? А ну, держи. Ты держи, нет, не пробивай. Есть. И вот сюда еще. О, котел. Так. Короче, погнали автопланить. Тут и там. В Индии тоже продвигаемся. Здесь вот тоже классная высадка. Одного сюда. Может уже разместить на морские базы войска. А ну не. Делать мне нечего, что ли. Да, можно было сейчас, конечно, нафиг забить на эту Индию. Забить на этот Инда-Китай. Тут войска расставить, не отвлекаться. И попереть просто реально на Британию, США. Потому что они же в рамочке. Индию же захватывать необязательно, правильно? Да, Британия, США. И все. Но. Во-первых, мы сейчас не можем прыгнуть в Британию. Так как все-таки нужно побомбить ее кораблики. Сейчас я занимаюсь уже вот здесь. Ступо авианосец. Что ты тут ломаншет делал? У тебя не мелко было интересно? Побомбим. И тогда прыгнем. Здесь, кстати, толкаться пришлось с немцами. И вон. Они все еще держат. Смотри, 3 800 из 2000. Я понастроил авиабаз для себя на территории Германии. А немцы в итоге все сами позанимались своими самолетами. Давайте еще здесь и здесь построим. Ну ладно. Вот, я сделал эти самолеты. Сейчас разместил. И некоторое время побомбим. Потом будем делать в лес. 890 сейчас. Просто то, что мы сейчас тут делаем. Мы не то, что уничтожаем Индию, это Китай. Мы уничтожаем войска именно британцев, американцев. Потому что если сейчас этого не делать, а просто прыгнуть в американцев, то мы встретим их войска, которые могли бы потенциально уничтожить вот здесь. Так, давайте сюда вот. И вот еще американцы. Ну, готово. Прекрасно. Это я, пожалуй, оставлю армию здесь, раз так часто выставки делаю. Скорее, ладно, пускай там тоже стоит. Мы так, в принципе, справляемся. Здесь проходим. Авиация работает. Тут, в принципе, везде тоже. А, нет. Просто небо зеленое. Противника нет в авиации. Мне алюминия тотально не хватает. Нужно просто все застроить этими заводами. У меня домоснащение закончилось. И с авиацией сейчас вот истребители проблемы. Потому что не хватает этого алюминия. А, османы отвалились. Они там уровень повысили неизвестимости своей. Вот и получилось. В целом здесь в Индии хорошо проходим. Тут уже нет этих противных гор. Узлы снабжения имеются местами вот. Что как бы уже лучше, чем здесь. Потому что тут я все это строил. И продолжаю строить. Индустриализация Украины есть. Гражданский завод пускай будет. Здесь скоро строительство на год. Пойдет. Два военных завода. Все заводы. Корососледование. Давайте это вот берем. Так, что там британцев по... Ну нормально. Как будто они уничтожали. Ну здесь вон австралийские подводные лодки. Дофига их. Ох, гордость ВМФ. Дредноут. Еще авианосец. Тут корабли. А тут да, не только мы британские уничтожаем. Но еще очень много других. Австралия, Новой Зеландия. Ох, а вот тут прям нормально. Именно крупняк снимаем. Умер царевич Алексей. Юный цесаревич Алексей Николаевич скончался вчера ночью от гемофилии. Долгое время он был прикован к постели из-за слабости. В последние месяцы не мог передвигаться без помощи близких. Тяжелая наследственная болезнь мучила цесаревича с рождения. И трудно было представить, что он сможет править империей самостоятельно. Смерть наследника российского престола сильно ударила по здоровью Николая II. Царю удалось пережить величайшую трагедию современности. Но потеря сына стала для него тяжелее. Новым наследником был признан брат Николая. Великий князь Михаил. Шок для всей России. Интересно, здесь по сюжету Николай II может умереть? Брат его к власти придет. Просто как бы еще 21 год. Контент прям прописали, я так понимаю. Ну, ивент поздноватый такой. Великая война у нас еще на самом деле идет. Сейчас я делаю еще одну армию. Размещу здесь и буду рисовать ей высадку. Пускай готовится. Как только будет готово, то сразу сделаем эту выставку. Наш флот уже тут как тут. Так что, думаю, пробьемся 100%. Тут как бы еще корабли и союзников тоже наших работают. И при поддержке авиации выставку удастся провернуть. Там превосходства на море, думаю, будет хватать. А тут они еще сделали эту выставку. Ладно, пошли, я не против, разбираться. Я это сделаю сейчас все. Давайте за кадром. Как только все будет готово, сразу контент пошел. Следующей серии мы с вами продолжим. Уже сделаем выставку сюда. Закончим с американцами. И посмотрим, что можно делать дальше. Либо так и завершим. Либо, может быть, еще пойдем на центральные державы. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классный бонус. Также играете в антиклорной квартире. Просто общайтесь на наших серверах в дискорде, ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмброс. Спасибо большое за просмотр. До встречи.